вопрос про вселенные что это такое а точнее почему вселенных есть границы проект человека проявлен только в нашей вселенной или в других тоже если бог выбрал образ человека то получается в каждой вселенной есть отражение человека если какое-то есть отличие может быть это проект еще вопрос вы часто упоминаете слова отца и говорите про сынов но не говорите про слова богоматери означает ли это что древо жизни это взгляд с мужской точки зрения на творение в нашей солнечной системе спасибо тоже очень интересный вопрос вот человек в нем миллиарды клеток и у него есть границы как вы думаете человек это что разве это не вселенная но опять же фрактальные уровни уровень неподобия на самом как бы дне божественной ну как бы программа развития недаром на другом плане нашу нашу вселенную называют небодоном то есть дно неба мы действительно являемся тем образом как бы идеальным образом развития который избрал сам создатель мира и мы являемся ковчегом спасения вот когда ной спасал тот свой допотопный мир на ковчеге с паре спасения и отбирал каждой твари по паре он что делал он собирал геном нового человека это все аллегорические рассказы сказочки потому что надо напрячь свои извилины чтобы понимать что за каждым таким сюжетом есть очень глубокий и вполне научный смысл то есть образ человека это и есть наша личная вселенная которая конечно же имеет границы но имеет и потенциал роста мы можем расти и и вырастать как внутренне так и внешне к тому плану творение который здесь был утвержден на земле первоначально он был утвержден именно в гипербореи если историю гипербореи воспринимать не как легенду а как очень глубокие научные знания то там откроется совершенно то что вы даже не ожидали рассмотрите строение например этого острова гиперборея почему в центре растет древо жизни а это космический образ космической днк почему она была потеряна на 4 области вспомните сколько у нас нуклеотидов занимаются белковым строительством тела там зашифрованы гигантские знания но просто так эти знания конечно взять не получится это большая большая работа это работа развития и вот когда вы ее будете совершать во первых вы обретете счастье понимания вам будет интересно жить потому что каждый день будет как новое новое открытие жизни вы каждый день будете воспринимать не как вчерашний а как нечто более совершенное чем то что вы уже прожили так что здесь вот это о вселенных теперь о том что как бы наше учение это как бы ну чисто мужская точка зрения это не совсем так или даже совсем не так потому что мы говорим о отце небесном мы говорим о духе святом а кто такой дух святой правильнее сказать святая духа это и есть богоматерь святая духа а вот когда они все вместе возникает еще один персонаж или даже два может возникнуть сын а может возникнуть единство мужского и женского начала которое именуется создателем потому что созидать можно только вместе отец создает идеи дух или святая духа это энергия сила которая эти идеи отца притворяет в жизнь то есть без матери ну никуда так что мы этот вопрос не обходим просто мы его немножко по-другому раскрываем но в этом контексте я думаю что вы приблизитесь к пониманию что это находится на